На прямой связи со студией глава программы по изучению России, бывший посол Израиля в Азербайджане и России Аркадий Милман. Здравствуйте, господин Милман. Добрый день. Хотелось бы услышать ваше мнение по поводу того, как открытие посольства Азербайджана в Израиле повлияет на отношения между двумя странами. Какие перспективы ожидать? Перспективы, безусловно, будут оптимистичными. Я лично очень рад, что открывается посольство Азербайджана в Израиле. Быть на с моим послом в конце 90-х годов. Я много работал над этой темой. И я рад, что сегодня вечером будет церемония, посвященная открытию посольства, на которой я тоже буду присутствовать. Меня пригласили. И это большая честь и большая радость, что наконец совершилось то, о чем мы так долго говорили. И посольство Азербайджана заработает в Израиле полную мощь. С точки зрения перспективы расширения отношений, безусловно, это очень важный шаг. Потому что присутствие посла, сотрудников посольства, сразу переводит отношения на более высокий уровень. Это постоянные контакты, это постоянные рабочие процессы, которые будут продвигать различного рода проекты между нашими странами. И таким образом это отношение только лишь будет укрепляться на благо двух государств. Господин Милман, также сейчас, в данный момент, всех интересуют вопросы о том, какое состояние сейчас в Израиле в связи с этими протестующими. Хотелось бы узнать ваше мнение также по этому поводу, по поводу закона, который выдвинул Бениамин Нетаньяху. Весь это нескольких законов. Проблема в том, что израильское общество сегодня находится действительно в кризисном состоянии. Это мы видим по количеству людей, которые участвуют в демонстрациях, о том, что происходит на улицах Израиля, в особенности последние дни. Сегодня, в принципе уже вчера вечером, начался какой-то переговорный процесс между двумя противоборствующими лагерями. Будем надеяться, что будет найдена какая-то формула, которая поможет нам продолжать мирное сосуществование внутри государства. Безусловно, это очень серьезная проблема, это очень серьезный кризис, и он всем небезразличен, и поэтому накал эмоций, накал обсуждения, дискуссий очень сложный, очень непростой. Посмотрим, как события будут развиваться. Благодарим вас за ваши ответы, за ваши комментарии, господин Милман. Я напоминаю, что на связи со студией был глава программы по изучению России Аркадий Милман.